О, опять влог из машины начинается, черт побери. ЗАДОЛБАЛ! Ну а если серьезно, как команда КВН начинает. Ну а если серьезно, здравствуйте, проходите, будьте гостями. Привет из Калифорнии, из-под Лос-Анджелеса. Приехал вчера в тренажерный зал позаниматься, во сколько, в шесть вечера, по-моему, это было, да? Я что-то написал в чат, не в десять, в шесть вечера. Толпа такая, я думаю, ладно, покемаю, там полчасика-часика пойду заниматься. Глаза открываю, полчетвертого утра. В пять утра звонят, Виктор грустно, Орегон, я думаю, ну я говорю, ребят, я буду дорого. Они говорят, давай дорого, это же Орегон. Дорого поставил и забрал его. Тысячу сколько, девятьсот чем-то миль мне туда ехать. Короче, эта неделя у меня на западном побережье. А, и еще, еще момент. Я понял, почему я не хочу в Калифорнию. Здесь все красивые, накачанные, стройные. Я на фоне их выключу каким-то неудачником. Лучше я там, на восточном побережье, буду лучшим среди худших. Шучу, шучу. Некоторые же обижаются там, вечно все обижают. Субтитры делал DimaTorzok Ребята, две палеты мне отдайте мои, я поехал. Их тут катаются, человек стоит, как муравьи на своих погрузчиков. Пошел, 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 пошел. Пошел, 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 пошел. Я, гад. Я гад, молодец. И вторая. Блин. А че так они ее... Не, надо пихать еще, я же не закрою. Видите, че получается, если не подумаешь заранее. Сто раз подумай, один раз откуси. Это когда едешь по Индиане или по Нью-Йорку за рулем по плохой дороге и одновременно пытаешься такими маникюрными ножничками кутику у себя обрезать. Бах! Пол полца отхерачил. Кровь льет. Поэтому, прежде чем откусить, думайте. Как вы знаете, наши А-Сериз-чипы оставили Аттла в предыдущей индустрии за годы. И А-13 Бионик будет увеличить эту лигу. Я расскажу вам еще больше о А-13 Бионик. Бионик! Бионик! Те революция, Бионик! Революцию нам дай! Они когда фотографии показывают, вам не кажется, что где-то нас обманывают? Как они так фотографируют? Я в жизни так не могу фотографировать. Это надо с образования высшее получать, чтобы на телефоны, на айфоны так фотографировать. Восхищаются все камеры. Смотрите, что с аплодисментами будут. Не, ну классно! Ладно, широкоугольный, там что-то пиксель в пиксель и все это понятно. Но ребята, ну елки-палки, ну со звуком. Надо директор по камерам, чтобы взял и отснял влог какой-нибудь на айфон. Там в монтажке, когда звук поднимаешь, много шумов. Шумы надо убирать, это лишний геморрой. Все, не работает. Камера классная, все сделали, молодцы. Но со звуком, ребята, со звуком проблема. Микрофон хреновый у вас в айфоне. Хреновый. У меня в моем айфоне. Хреновый микрофон. Ну опять, battery life там все понятно. Почему нет функции, как в Samsung. Снимаешь, снимаешь, на паузу поставил. Так, Sacramento прямо. На паузу поставил, бах, что-то там поделал, дальше с паузы снял и дальше в этот же пайл записывается. Почему во время съемки в родной камере нельзя снимать, допустим, на внешнюю камеру, на заднюю. Потом кнопку нажал, бац, снимает фронтальная камера. А ты дальше говоришь, говоришь, потом что-то надо снять. Нажал, перекинулся туда, перекинулась туда, камера на внешнюю. Снимаешь дальше. Нет этого. Элементарные вещи, которые нужны в жизни, их нет. Старые часы стали 199, старый iPhone стал 599. Они что-то так хлопают, как будто и деда Пьеха вернулась на сцену. Что произошло? Ну и что? Ну это нормально, когда новая модель выходит, старая становится дешевле. Спасибо и хорошего дня. Давай. Have a great day нам пожелал. Короче, никакой революции не произошло. Вот смотрите. Вот у меня яркий пример сейчас был. Я сейчас полтора часа, где-то, или два часа шла эта презентация. Я смотрел. Мне в течение презентации позвонили, ну, двадцать раз, наверное. Может, больше. Сбивается презентация этим звонком. Я с Вилсой? Вилса? Вилсаком, да? Знают его, наверное, все. Я полностью с ним согласен. Вот в наше время, вы себе ответьте, ребята. В наше время звонок, это пятое, это седьмое на телефон. Андройщики, вы, наверное, сейчас не поймете. У вас это все нормально работает в этом плане у вас на телефонах. Почему? Когда я занимаюсь, когда я ищу аренду, когда я читаю новости, когда я смотрю видео, я смотрю онлайн. Ну, мы на телефонах делаем все сейчас, да? Я там отправляю файлы, занимаюсь почтой, разбираю какие-то дела. Все в айфоне. Почему звонок они ставят на первое место? Почему в айфонах звонок весь экран занимает? Ничего ты не можешь сделать. Я, ну реально, я здесь, когда в США переехал, наверное, процентов 60-70 звонков я не беру. Ну не 70, но 60, наверное, больше половины звонков я не отвечаю. Я отбиваю, я смахиваю, я не принимаю, не отвечаю. Потому что много спама, много холодных звонков поступает. Куча рекламы и вот ерунды всякой звонят. Все, я вообще, я вообще в последнее время с незнакомых. Но я знаю пару телефонов, какие заканчиваются там на цифры, я от них беру. Все, остальные я вообще игнорирую, не беру, не поднимаю друг. Зачем мне вот тогда, чтобы вот полностью перекрывал экран звонок? Ну, мне это не главное. Все, он сверху, пусть он как в андроидах чуть сверху появился, тебе не надо, ты его смахнул. Дальше занимаешься своим делом. Вот это боль, вот это боль. Ну, лично для меня, я не знаю, как для вас. В использовании айфона. Ну и предыдущее то, что сказал. Короче, революция не случилась. Айфоны дизайн, они говорят, новый дизайн. Какой новый дизайн? Старый дизайн, просто камеру там добавили и все. Ну, что-то лучше, что-то лучше. Ладно, просто. Революция будет в плане дизайна в следующем году, в 20-м. Короче, вот такое мое мнение. И хлопания, вот эти хлопания. Аплодисменты такие дикие. Что за аплодисменты? Так, двигаемся в сторону Сакраменто и Сан-Франциско. Как раз то место, где нам Apple сейчас свои замечательные продукты показывала. Вот буквально закончилось. И мы с вами совсем недалеко от Сан-Франциско. Там, говорят, еще вода второе место в мире занимает. Сейчас мне звонит парнишка, который работает в компании, где трейлер в кредит взяли. А там заполнял я форму. Большая форма. Я и Серега заполнял. Там была графа. Друзья. Каких-нибудь двух друзей надо указать имена и контакты. И родственники. И графа, где друзья заполнили. Чьи-то номера. Пацаны, если что, я чьи-то номера ваши написал. Ну, вряд ли они будут звонить. Так, формальность. Ну, а родственников не заполнил, соответственно. Он мне сейчас звонит. Спустя три дня. Говорит, Виктор, а ты вот не заполнил. Я говорю. И я ему говорю, и параллельно он мне что-то говорит. И я ему говорю, у меня нет родственников в США. А он, видимо, в США-то не услышал. И услышал только, у меня нет родственников. И он такой, ой, извини. Я говорю, да, это окей. И дальше продолжаем разговаривать. Ну, давай, говорит, в графе, где родственники заполним. Заполним. И такая интонация поменялась, я чувствую. Он говорит, давай, где в графе, где родственники заполним еще двух друзей. Я говорю, окей, сейчас я скину, говорю, на e-mail тебе номера туда впиши. Хорошо. И он такой опять, сори, сори, извини. Он прям извиняется, весь чувствует себя каким-то виноватым. Я говорю, типа, не надо извиняться, все окей, говорю. Он говорит, ну, я не знал, просто бывает такие, я не знал. Я говорю, а что не знал? Я говорю, подожди, в чем проблема-то? Ну, что у тебя нет, в принципе, родственников? Я говорю, подожди, у меня родственники есть. Ну, они все живут не на территории США. А-а-а! И начал смеяться. А я, говорит, неправильно понял. Его Эдвард. Эдгар. Эдгар зовут. Типа Запашная. Только не Запашная. Эдгар младший Сулливан какой-то. Эдгар. И начал смеяться, говорит, извиняюсь. Все, все, все. Я, говорит, просто не услышал, что у нас в США. Я говорю, сейчас бы попрощались. Это бы ходил, думал, что у меня родственников нет вообще. И даже в графу родственники записать некого. Неа, выбор тут большой. Тут и Сабвы есть. И Венди, вон, там Карлс Джуниор дальше. Короче, варианты есть, но Сабвы и самый безобидный вот здесь, по-моему, в этом здании. Там Честер. Такобел. Такобел мне вообще не заходит. Вот этот мексиканский фарш. Вот я еще в чипсы засовываю. Я как-то вот такую курицу взял. Честер. Типа KFC. Вообщем, оторвал от нее кожу. А там осталось вот так чуть мяса и кости. Но это не везде так. Иногда нормально кожу отрывается. Там мяса много. Вот этот весь кляр. А бывают попадаются странные. Вот такая штука получилась. Бистроган. Лепешка называется шпинатная. Бистроган. Как она? Розбив. Зеленый перец. Лук. Что там еще? Огурец. Иногда можно помидор. И вот две таких вот такая. И такая же вторая лежит. Но потом. Получается 8 долларов. И по пить я взял зеленый чай. Ну, чувак с налогом около 10 долларов получается. Ну, вроде нормально. Ну, на два раза если растягивать нормально. На один раз, возможно, дороговато. Ребят, там дедулечка. Блин, поздно камера включилась. Дедуля с бабулей едут. Прям, ну, реально такие уже. Прям дедуля с бабулей. Смотрите, путешествуют сзади. Тачку свою тащат. Приехали на дом. Дом на колесах у них катаются. По Калифорнии здесь. Жалко не снялось. Ну, неудобно подходить. Сейчас их там тыкать, снимать. Все. Сейчас заправится. Блин, шелф. Самый дорогой бензин, мне кажется, в США. Вообще, я один из самых дорогих бензинов в США. На Манхэтта не видел заправку. Там 5 долларов в галлон стоил. За 4 литра. А Ваня, Вань, привет тебе. По первой дороге, когда катался. Из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. Там по обрывам этим. Ну, что здесь снимать? Ничего. В сториз себе в инстаграм снимал. Потом с ним это обсуждали. 7 долларов за галлон. 7 долларов за галлон. Ну, там выбора нет. Там в округе вперед-назад нету нигде заправок. И люди просто... Ну, там люди заезжают, перебиваются. Там 1-2 галлона заливают себе и дальше. Низба хватило. Еще я включил здесь камеру. Еще показать. Стройка, пробка. Немного подостыл. Сейчас на эмоциях был. Думаю, не буду на эмоциях записывать. Заезжаю на заправку калифорнийскую. С Ваней разговаривал по телефону. Пошел платить. Он мне говорит, иди, иди. Сейчас говорит, я бомбанен. И на пайлот. На какую-то местную сеть. Арка. Арца или Арка называется как-то так. Это между Лос-Анджелесом и Сакраменто я заехал. Плачу кредиткой на месте на заправочной этой станции. Идите к кассиру. Подхожу к кассиру и говорю, у меня седьмая пампа на 25 долларов. Ну, мне лишь бы доехать до пайлота. Засовываю, не принимает. А у вас, говорит, кредитка? Да, кредитка. Не принимаем кредитки. Как не принимаете? Ну, так не принимаем. Дебетовая или кэш? Ну, я не стал ничего там. Ну, я что-то там вякнул. Пошел в машину, взял дебетовую. Ваня со мной все в наушнике. Смеется. Ну, он, короче, на опыте знает это все. У меня со мной почему-то это первый раз. У меня не было до этого. Приношу дебетовую. Говорю, 25 долларов. Они там с меня какие-то... Ну, не доллар, там даже меньше доллара. Центы какие-то. Фи. Я говорю, а я что должен? Говорю, еще фи какие-то платить? Да, за использование дебетовой карты. Ну, нету такого в той Америке. Вот дальше в Калифорнии. Говорю, ё-моё. Ну, говорю, окей, заплатил. В итоге, ну, что получается? А там, смотрю, все с наличкой стоят. Вроде как мир борется с этой обналичкой. Вроде как все переходите на карты. Калифорния. Apple Pay не принимают. Что происходит вообще в Калифорнии? У вас тут силиконовая долина под носом. Нет. Огромная заправка. Это не то, что заправка какая-то малюсенькая. Частная. Огромная сеть заправок. Большая заправка. Там 12 колонок, наверное, было заправочных. Плюс огромный магазин. Ну, со всякими сникерсами, туалетами. Туалетными бумагами. Все есть. И не принимают. Как так? Мошенничество. Много мошенничества. Видимо, кредиткой платят. Уходят. Садятся в машину. Полный банк заправляют. Звонят в банк. Отменяют платеж. Скорее всего, из-за этого. В Калифорнии. Пожалуйста. Вот надо мне такую информацию говорить. Я просто знаю, что многие смотрят и не хотят слышать вот такие вещи о США. Потому что мне приходят. Я же говорил. Снимаешь дно, показываешь дно. Жизнь не такая. Жизнь в Америке на самом деле другая. Ну это жизнь, ребята. Ну вот сталкиваются с таким же. Ну как? Я много. Я и так, слушайте, фильтрую. Я и так много чего не говорю. Потому что это будет со стороны казаться, как будто я хейчу тот или тот штат. Или вообще будет складываться мнение, что я там по пути пошел. Брежнева и Вегабонда. Я о плюсах. Может я сам по себе такой. Я не знаю. Ну что про них говорить. Они так все на ладони. Про них все знают. А вот особенности вот такие. Вот штата или в принципе страны. Мне кажется, надо проговаривать. Чтобы были готовы. Потому что все равно, что по чесноку. Ну многие же сидят в этих очках, которые мы так любим упоминать. Розовые. Ничего такого. Это же не то, что... А! Там нельзя кредиткой на некоторых заправках в Калифорнии платить. Тогда я не поеду в Калифорнии. Ну это же не так. Просто чтобы знали. Мне кажется, так правильно. Кстати, в Сакраменто. Сейчас. Сакраменто. В Калифорнии. Сакраменто. Парал. Что-то бочком получилось, Сакраменто как-то бочком. Стою, ножки разминаю. Так, мне еще ехать 7 часов, 450 миль. Я где-то в 100, примерно, в 200 милях от границы Калифорнии и Орегона. Если я сейчас время полдесятого здесь, по-калифорнийскому. Ну не, 7 часов. Не, надо будет поспать, надо будет завтра быть свежим, готовым ехать, потому что там... Что бы мне предложили, надо рвать когти оттуда. Так что еще проеду каких-то миль 250, где-то до часу ночи, может. И где-то спать надо. Классная погода здесь, вообще, просто лучшая погода. Где-то 20 градусов, 22. Псички поют. Гулять классно, ехать нет. Вот классный человек вопрос задал. Конкретно, четко, ну почти. Видите, вот просто не советуй, просто скажи мнение свое по западному побережью. Если не перевозки. А что-то на месте другое, возможно, там, IT-сфера в будущем. Визы получили, скоро выезжаем. Семья, один человек... О, вернее, один ребенок, плюс два взрослых. Ну, мам, папа, я надеюсь. Портленд, не знаю. В Сиэтле был, был влог оттуда. Два даже, по-моему. Сиэтл, Сан-Хосе. Портленд, не знаю. Не был. Вот я бы, наверное, остановился. Но я бы, наверное, пожил во всех трех городах. Сан-Хосе дороговато, честно. Но я бы попробовал пожить во всех трех городах, хотя бы по полгода. И там бы, наверное, определился, скорее всего. Вот Сан-Хосе, Портленд. Именно Сан-Хосе, а не Сан-Франциско, не Окланд. И Сиэтл. Подзабыл я уже немножечко крутость городу. Два раза-то я тут ездил, всего по этой дороге. Пятая дорога, которая соединяет Сиэтл, получается, Орегон, Портленд. Вниз идет дальше, мимо Сан-Франциско, Сакраменто. И туда, на Лос-Анджелес, на юг. Сейчас вот только пересек границу Калифорнии в Орегон заехал. Но днем, конечно, виды бы здесь были какие-то сумасшедшие. Горы нереально крутые, нереально серпантины здесь. Сзади он ездит, мне кто-то фарит, фура какая-то. Куча знаков, аккуратней. Есть специальные какие-то зоны для проверки тормозов. Обратите внимание, знак на знаке. Вся дорога в разных знаках. Желтые, оранжевые, белые. Пару раз уже в облака я заезжал, настолько высоко ехал. И уши закладывает. Прямо сейчас даже глухо все слышу. Как будто до сих пор на посадку идем. Уши не откладывает. Как только не пытаюсь. Так, а бензин-то у нас тут в Орегоне подешевле, по-моему, чем в Калифорнии. Я был настроен, что здесь дороже, а здесь что за флажки у нас? Праздник какой-то, что ли? Какой у нас праздник впереди? Трамп кого-то уволил сегодня. Не работает заправка. Ну и на у меня с бензином прям совсем... Нет, сейчас-то я выключаю спать на 6 часов до 7 утра. Вот, у меня не видно. Но я думал про другое, что если вдруг ночью надо будет завести ее, а это уже проблема. 16 градусов по Цельсию, хотя не. 16 градусов можно не заводить. Все! Опять скажут. О, нудный. Все, подручь, видите? Веселый, поляк веселый, бодрый. Ложиться спать, наконец-то. На 7 до 7 утра. И завтра надо будет еще проехать 200 с чем-то. Короче, к 11, наверное, начало 12. Выгружусь. Все, паркуюсь. И вырубаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok